Особое мнение на 101FM Федеральном собрании, которое вчера было озвучено Серьезное такое послание Впечатляющее Сегодня мы его будем с тобой обсуждать Я бы хотела несколько слов Сказать об интервью Никиты Белых Телеканалу Дождь, то есть не я буду говорить А ты будешь говорить, на что бы мы сказали об этом Я представляю, о чем там шла речь Мы Затем вопросы по выбору бизнес-омбудсмена В Кире, потому что он сейчас активно обсуждается И даже, я бы сказала Немножечко скандально обсуждается Я спрошу тебя про новый проект Ее полис, который сегодня должен был подписываться Знаю, что ты был сегодня на пресс-конференции И вот ты мне расскажешь, что такое Всем нашим слушателям, что это такое И, кроме всего прочего Будет еще вопрос По срыву вчерашнего эфира на Эхо Москвы Наш частный вопрос, но твое особое мнение Я по этому поводу тоже хочу выслушать Итак, послание президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию Было озвучено вчера Было, на мой взгляд, достаточно четко Структурированное послание Продолжалось чуть не полтора часа Продолжалось чуть не полтора часа Но, тем не менее, как мне кажется Не вызвало некого тягостного, затянутого впечатления А напротив Оно такое Забил столбы, можно сказать У тебя такое же ощущение? У меня ощущение, что... Да, ощущение целостности тоже было Причем я, к сожалению, не слушал в эфире Но был занят в это время Я решил вечером почитать И очень вещи для себя интересные Нашел в нем Вот так вот вдумчиво читая Там, конечно, можно разбирать его на цитаты И какие-то вещи обсуждать предметно Скажем, по повышению зарплат бюджетникам По строительству дорог и направлению денег Из резервного фонда По уменьшению нагрузки Давления, вернее, на бизнес Для того, чтобы он возвращался из офшора Но в целом Для меня посыл однозначный Это посыл того, что Россия на сегодняшний день Должна выстраивать свои отношения так Внутри страны Для того, чтобы сохраниться лет через 10 Как вообще, как держава На очень конкурентном рынке Конкуренирующем за ресурсы Причем ресурсы не только уже сырьевые Но и людские Что для этого нужно сделать Очень удобной жизнь внутри страны Уже там хватит ставить какие-то цели Такие глобальные По захвату рынков По увеличению ВВП И так далее Нужно делать удобной Удобоваримой жизнь для граждан И удивительное дело Я буквально пару дней назад разговаривал С представителем содружества С исполнительным директором Содружества бизнес-ангелов России Который был на инновационном конвенте Здесь в Кирове Игорем Пантелеевым И мы как раз говорили на этот счет Он приводил в пример Бангалор индийский Куда приезжают Возвращаются индийцы со всего мира Выучившиеся И создают там программные продукты Для всего мира И говорит, что вот, к сожалению Пока на сегодняшний день в России Такой климат Такие условия Для возвращения людей Для возвращения капиталов Не созданы И тут Путин в своем послании Изначально делает Ставки, акценты на то Что нам нужно Повышать Повышать рождаемость Если не будут русские бабы рожать Грубо говоря То нас не останется Потому что рядом растут сверхдержавы Тот же Китай Другие страны Которые просто нас Ну постепенно вытеснят Чисто в силу Там демографических причин Нам нужно Нам нужно повышать Там зарплату интеллигенции К креативному классу И повышать Интересно, как он назвал К креативный класс Долго думали К креативному классу И через это повышать Вообще статус этих людей Интеллигенции Который был уронен До очень низкого уровня Забыли о нем Вообще Пока этот класс Не вылился на улице На болотную площадь О нем забыли Вот он о себе Таким образом напомнил Смотри-ка Как это будет делаться У меня было возмущение Когда повысили Правоохранительным органам Зарплату В несколько раз И вот эта диспропорция Когда мы платим Полиции Платим военным Но в то же время Влачат жалкое существование Врачи и учителя А ведь это Это наше будущее То есть Если полиция И оборона Это наше сейчас Наша настоящая Охрана правопорядка И так далее То здесь наше будущее Это наше здоровье Это образовательный уровень Наших детей И здесь мы очень много потеряли Мы очень сильно отстали Вот И то что это надо возвращать Безусловно Наконец-то заговорил он О том что резервные Средства резервного фонда Нужно необходимо использовать Для инструкционных проектов Распечатать резервную Я надеюсь что это будут Не только дороги Под Сочинскую Олимпиаду И чемпионат мира Как это последние годы Идет То есть там были Три стройки На всю страну И все деньги Распределялись Именно туда Что получат И другие регионы И не только регионы Северного Кавказа Но и регионы Центральной России Тоже И наконец-то мы Там дорогами Всерьез займемся Ты понимаешь Тут вопрос как раз На самом деле Займемся мы Или не займемся Потому что 100 миллиардов На инфраструктуру Даже если Все деньги пойдут на дорогу По сравнению С 680 миллиардами На саммит ОТЭС Ты же понимаешь Но это смешно Это вообще ничего В Кировской области 100 миллиардов Забейте И еще мало будет Хотя бы начать с чего-то То есть понятно Что это вот Капля Понимаешь Цифра вот эта Меня например Совершенно возмутила 100 миллиардов На инфраструктуру Это правда просто куром на смех На мой взгляд И о чем тогда мы Скажи Олег Сейчас говорим Поднять Поднять зарплаты Учителям Им и так вроде бы Как индексируют Поднять там зарплаты Медикам Тем всем Понимаешь Им индексируют зарплаты Учителям А условия труда Не создают Медикам индексируют А условиями труда Ты наверное Не знаю Есть у тебя Или нет Знакомые учителя Но ты наверное знаешь Что есть определенные ставки Количество часов За что они получают То есть у тебя может быть Какая-то зарплата Да Которая проиндексирована Но тебе могут не дать часов Чтобы ты их вел И тогда ты ее не заработаешь Эту зарплату То есть не создаются Условия деятельности Самих Деньги не все решают Скорее наоборот Ты зарабатываешь Там определенный уровень Зарплаты Ведя Две с половиной Но тебе могут не дать Эти ставки В том числе То есть ты понимаешь Перегибы есть в обе стороны Я прекрасно это осознаю И понимаю Самого просто родителя Учителя Да Поэтому Знаю прекрасно И сам преподавал в школе Как раз в худшие времена Когда там полгода Зарплаты не было вообще Поэтому сейчас Более-менее ситуация нормальная Но нормальная С той точки зрения Что вот на хлеб хватает На колбасу уже нет Поэтому Я говорю в целом Об ощущении О посылах О том Что наконец-то Будет принято решение Чтобы Гражданам СССР Российской империи Был облегчен режим Получения гражданства российского Потому что Сколько было проблем У людей Которые вдруг Оказались Русских людей Которые были отрезаны И это ведь тоже не случайно Это вот как раз Вот этот посыл Что ребята Давайте все сюда Давайте Деньги не будем выводить На конец из страны Давайте их здесь Мы со своей стороны Попробуем Ограничить Аппетиты чиновников Это декларации Но если Если они будут Реализовываться Если этого Хочет не только президент И не только на словах То это будет Очень большое дело И сегодня у нас Другого шанса-то нет Другого пути нет Потому что Иначе мы действительно Потеряем страну У тебя не возникло ощущение Что вот действительно Эти посылы Они были правильные То есть впервые Были озвучены Ну практически все Вещи На которые давно Нужно было раскрыть глаза И именно ими заниматься Например Да Но финансовая Подоплека всего этого Как это будет реализовано Она вот этой цифрой Которой я только что сказала Была сразу перечеркнута Вот для меня Например И когда я вижу Что озвучивается Такая цифра На фоне таких Грандиозных задач То у меня есть ощущение Что вот Открылся только один глаз Второй пока нет Как бы это Однобокое зрение Не затянулось Снова лет на 20 А тогда уж Россия В общем Вот сейчас Путин озвучил Что Россия Все, ребята Он сказал Все, что мы вводили Что вот Вся эта система экономическая Мы В общем Мы ошиблись То, на что мы рассчитывали Все эти инновации Все эти сколково Неважно, как они реализовывались Это не то Вместе с инновационной Я этого не почувствовал Про инновации Он сказал Что несмотря Даже если мы будем Использовать инновации То все равно Наш там ВВП Не выйдет На необходимый уровень Для того, чтобы Значит Организм заработал нормально Догнать другие страны Уже невозможно Мы не сможем Этими методами Поэтому давайте Ко всех собирать И вот Решим вот эти глобальные вопросы Там есть Очень важный посыл О том, что нам нужно попасть Сейчас даже найду его Попытаюсь у себя Что нужно попасть Россию в двадцатку стран С наилучшим бизнес-климатом Да Вот это задача Сверх задача Из всех задач Потому что сейчас Мы находимся даже По-моему Не в первой сотне И как это сделать То есть Нужны механизмы Нужны, понятно Там Законы Нужна жесткость По отношению К чиновникам К проверяющим Которых И сам Путин признал Что их чрезвычайно много Излишне много Для Такого объема Там Бизнесов Которые в России Небольшого объема Честно признаю И тут же Вот буквально На пресс-конференции На форуме Ведомостей Буквально вот тоже На днях Вчера или позавчера Губернаторы Различных областей Например Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов Сказал, что В стране год от года Только ухудшается Инвестиционная инфраструктура Как ни странно В Липецкой области Производители уже Не могут провести Продукцию Которую Произвели То есть в Липецкой области За 10 лет Настолько диверсифицировали Бизнес Она была отстающая Что производить стали Это всем приводят в пример А вывозить не могут Из-за Таможенных ограничений И прочего И дорог И того, что не развитая Инфраструктура Нет этих дорог Не могут вывести И сам губернатор Липецкой области Говорит, что Мы вот боремся За улучшение Инвестиционного климата Если массово Возьмутся за него Другие регионы То в стране Наступит транспортный Коллапс Банально И снова Понимаешь, Олег Сплывает эта сумма Смешная То есть Не понимаю Будет интересно Как будет реализовываться Ну там было На словах Продекларировано Что удвоить Объемы Дорожного строительства Да Несомненно Где Вопрос Будет удваивать Да Несомненно Что эта цифра Не совпадает С амбициями Однозначно Ты подразумевала Еще и дороги Кировской области Да Я вот понимаешь Конечно Инвестиционный климат Будет пытаться улучшать Да мы об этом говорим Уже на протяжении Десятилетия Как минимум С первого срока Еще Путина Мы говорим об этом Понимаешь Улучшаем Улучшаем Разными методами И тут бац И всем прояснилось А дороги-то Ребята У нас плохие Вот не придут сюда Инвесторы Пока вот такие дороги Потому что туда Куда они пришли Они уже товар произведенный Вывести не могут Да И потом говорится Что мы значит Будем изыскивать Средства Из резервов Оттуда Отсюда Кто-нибудь Подсчитал вообще Общую сумму Сколько нужно Реально денег Чтобы сделать дороги Во всей России Такие Чтобы в Россию Пришли инвесторы Хорошие дороги Не просто залатали Подсчитали И сказали Весь наш резерв Ребята Этого не выдержат Ну это я сейчас говорю То есть Хорошая декларация Как будет реализовываться Когда декларируется Что мы сделаем То, другое, третье, десятое, двадцатое Да И это Большой Как бы Такой Минус Это выступление Наверное С моей точки зрения Деньги распыляться Вот Когда не ставятся Акценты И приоритеты Что мы Делаем Сейчас Вот это Мы вкладываем Инфраструктуру Но извините Тогда на социальные программы Мы должны будем Несколько подужать И Или там Пока придется Там бюджетникам Потерпеть с зарплатами Потому что мы Строим дороги Но Когда декларируется И то, и другое, и третье Действительно денег А ты помнишь Когда в Америке Была Великая депрессия Да, да, да И они строили дороги За государственный счет Поддерживая свою экономику Поддерживая свой бизнес И создали такую систему Да Транспортную инфраструктуру Которая затем Вытянула страну Именно Да Если перевести это На бытовой уровень Если ты хочешь Купить себе Загородный дом Дачу Вообще переехать За город Ты выбираешь Участок себе Где Где в первую очередь Есть дороги Правда же Естественно И У нас та страна Пока не очень активно Развивается в эту страну Подмосковье Понятно Да Все остальное Люди все-таки Предпочитают жить Компактно И не очень-то Выбираются В пригород Именно по той простой причине Что нет дорог Нет поликлиник Детских садов Водопровода Электроэнергии Либо за это нужно За присоединение Столько заплатить Что лучше Дисоваться И вот возникает Здесь вопрос Когда мы говорим О том Что хотим уйти От сырьевой модели Экономики Хотя именно За счет этого сырья Мы будем сейчас Пытаться улучшить Инфраструктуру Да Если мы понимаем Что у нас ресурс Это земля В России Следующий ресурс Который еще не освоен И чтобы ее осваивать Нужно людей туда Транспортировать То собственно Камень преткновения Вроде бы с одной стороны Найден И теперь хотелось бы Наверное услышать И увидеть Как вся общественность Научная Экономическая Финансовые деятели Они должны озвучить Эту цифру И они должны сказать Вот это программа То есть пока Из посланий президента Не было слышно Что эта программа Разрабатывается Именно вот по этому пункту Например Да Будем Надо пригласить Кого-нибудь из финансистов Жалко Чтобы в цифрах Нам это рассказали У меня еще Когнитивный диссонанс Вызвала одна фраза Владимира Владимировича Который сказал Что в центре Новой модели роста Должны быть Экономическая свобода Частная собственность И конкуренция Современная рыночная экономика А не государственный капитализм И это все происходит На фоне того Что Роснефть Приобретает Пакеты акций ТНК-БП Если я не ошибаюсь Там большую часть средств Занимаю у Сбербанка У государственного Да И фактически Создает госмонополию Крупнейшую нефтяную компанию Не только в России Но и в мире Да И мы говорим о том Чтобы там госкапитализм Кроме того То что касалось инноваций Например Там шла речь Укрепить позиции в космосе Ядерной энергетики Возвратить базовые отрасли Авиасудоприборостроения Несомненно Это базовые отрасли Без существования которых Мы просто перестанем быть Какой-то инновативной державой Но развивать С самого низа Взращивать Вот эту молодую поросль Инноваторов И развивать Какие-то инновационные бизнесы Об этом К сожалению Слишком мало внимания Было уделено Хотя я правда считаю Что потеряем мы сейчас Авиастроение Напрочь Автомобилестроение Мы уже потеряли Да фактически Сколько денег не бухали В автоваз Все равно Отдаем Рено Ниссану Мы теряем Самое главное Научную базу Техническую базу Которая Худо-бедно Она была То есть научно-исследовательские институты Сейчас Креативный класс поддержат Олег Сейчас поддержат Креативный класс Если к нему отнесут Научных сотрудников То глядишь И здесь Кто-нибудь выгребет Но Дело ведь не в деньгах Я понимаю Как ты понимаешь Что дело в идее Если есть национальная идея Мы хотим в космос То есть она была Да Делалось все Для того чтобы Эта программа заработала Для того чтобы человек Полетел в космос Все силы были направлены Никто не спрашивал о деньгах Мы хотели быть Первой нации Которая попала Мы это получили И что сейчас Мы не можем запустить Там спутник И один провал Другой провал И вот насчет Как раз насчет Этой самой идеи Идеи не может быть Наверное Что Россия должна попасть Там за какой-то период времени В двадцатку Инвестиционно-привлекательных стран в мире Это не может быть идея Я тебе объяснил уже идею Нужно создать Комфортные условия Для бизнеса Для людей Для деторождения Это очень размытая идея Она должна быть Сконцентрирована В чем-то Это очень хорошая идея Это очень хорошая идея В Советском Союзе Была всегда идея Мы должны стать первыми Мы должны технический уровень Поднимать Особенно оборонной промышленности Мы строили При этом вклад каждого ценен Не думая о том Чтобы эта машина Автомобиль Был удобен для человека Сейчас мы говорим О том Что нужно В первую очередь Исходить из того Чтобы человеку было удобно И комфортно жить Тогда к нам потянутся Для того Чтобы бизнесмену Было удобно Здесь вести бизнес Вот Ты понимаешь Тут вопрос Это взаимосвязанные вещи Не факт У нас К сожалению Со всей истории Начиная с 90-х годов Непонятно Что то Что комфортно Бизнесмену Совершенно не обязательно Комфортно Остальному обществу Вот В чем диссонанс То есть это тоже Нужно решить Можем обсуждать Еще долго Я думаю Что еще будем продолжать Обсуждать послание президента Поскольку будут же последствия Ну естественно Мы увидим Мы их увидим И там можно будет Предметнее обсудить А сейчас я хотела бы Перейти к следующему вопросу Проект Юполис Сегодня Стартует Или уже стартовал В Кирове Или в стране Или где Я на самом деле С удивлением Прочитала Про этот проект И сразу же Мне на ум Пришло слово Юмобиль Я первым делом Тоже подумал Что это что то Из Прохоровской Программы Вот Что это Вот На самом деле Инициатор этого проекта Максим Ногатков Который сегодня в Кирове Как раз подписывал Соглашение с Никитой Белых Для меня было Шоком Удивлением Что Создатель Гигантской Сети Мобильного ритейла Связной Максим Ногатков Владелец Президент Группы Компании Связной У которой Есть свой банк У которой Есть Куча других Разных Бизнесов А ты взял У него интервью Ну да Удалось поговорить Не так долго Но тем не менее Он пошел В сторону Вот такого Социального Некоммерческого Проекта Что он Себя представляет Я сейчас тоже расскажу Но Он объясняет Это тем Что Вот ему Осенью Прошлого года В сентябре Когда Появилась Вот эта Гражданская Активность Когда люди Пошли на митинги Когда Люди Начали протестовать И требовать Свобод От власти Да И когда Власть Начала делать Какие-то Реверансы И шаги В эту сторону Он подумал Что наверное Просто митинговать И высказывать Там Своё недовольство Властью Это будет Слишком Неконструктивно И придумал Такую платформу Сделать Создать Которую При помощи которой Граждане Сами могли бы Принимать участие В распределении Бюджетных средств В решении Вопросов За что На местном уровне Да За какие Вещи мы принимаем Какие вещи мы не принимаем Да Приведём простой пример Верифицирован Да Там Никита Юрьевич Как раз Который был на этой пресс-конференции Он сказал Привёл в пример Возвращение Исторических названий улиц Города Кирова Да Которые очень бурно обсуждаются Очень бурно обсуждается То как Городские власти Проводили опрос Насколько этот вопрос Опрос Там Можно ему доверять Нельзя доверять Вызывает доверие Или нет И здесь система Взята за основу При помощи которой Проводится голосование Там В США На президентских выборах Там В Эстонии Голосование В других странах Да То есть система Достаточно проверенная С точки зрения фальсификации Вопросов В мире Не вызывает У нас Понятно Что будут Всегда эти Вопросы Оставаться Но вот Эти вещи Референдумы При помощи Электронной системы А не Хождение на Избирательные участки Можно проводить Достаточно часто И можно И самое главное И самое главное На мой взгляд Проблема Это чтобы власть Прислушивалась Всё-таки К мнению граждан Если граждане Сказали Большинством голосов Проголосовав На этом сайте Её полис Мы не хотим Чтобы возвращались Прежние названия Мы удовлетворены Теме Которая есть Я категорический Поборник Прежних названий Я не хочу жить На улице Карла Липнахта Извините Увольте меня Как бы я не относился Ближе к теме Немецкий язык Со мной Вот И таких тем В год Действительно бывает Очень резких Очень много Общественная палата Если ты помнишь Тахир Ильич Маледов Предлагал такую площадку Сделать Они проект носили Даже в правительство Но как-то она Вот так вот Затерялась Долгое время Решение не принималось А тут появился Этот Ее полис И Кировская область Становится пилотным Проектом Еще и потому Что у нас Реализуется В одном из немногих Регионов России Проект поддержки Местных инициатив То есть возникла проблема Ты знаешь Что со следующего года Проект поддержки Местных инициатив Из села деревень Где там проводились Сельские ходы Сходы люди решали Переходить в города Перекинулся на город В города Киров Слободской Котельнич Кирово-Чепецк Вятские поляны Где принять решение Сходом Сложно Практически невозможно Собрать всех людей И решить Что мы хотим Вот это Или общегородские Какие-то проекты А при помощи этой системы Это сделать можно Да Самое главное Чтобы она действительно Стала раскрученной Популярной Чтобы человек осознавал Что да Я проголосую И мое мнение Будет учтено При результате голосования Что я хочу там Мне не важно Какая вода течет из крана Но я хочу Чтобы были хорошие дороги И чтобы не было пробок И парковок Или наоборот Да То есть человек Для себя осознанно Делает выбор Власть прислушиваясь Говорит Хорошо Мы деньги пустим Не на водоснабжение А на транспортную инфраструктуру Или на развитие На создание там Социального жилья Или на это Или на это Нужно определиться Денег на все не хватит Это вот как с посланием Путина На этой площадке Будет сразу Денег есть столько Да Варианты есть такие На что бы вы их потратили Голосуйте граждане дорогие На что мы их потратим И каждый человек Нажав кнопку Может отдать свой голос И самое главное Увидеть как другие проголосуют Есть даже города в мире Которые часть бюджета Распределяют именно таким образом Мы продолжим Обсуждать эту тему После небольшого перерыва С Олегом Прохоренком Главным редактором Газеты Бизнес Новости Не переключайтесь Продолжается программа Особое мнение Меня зовут Светлана Занько Олег Прохоренко Главный редактор Газеты Бизнес Новости Сегодня мой гость И мы не прекращаем Говорить о площадке Юполис Уникальность Которая Как я поняла Теперь состоит в том Что это Стартовый проект То есть наша вернее Область Это стартовая площадка Для проекта Правильно ли я тебя понимаю Что это логическое продолжение Инициативы Никиты Юрьевича Белых По поддержке местных Инициатив Которые стартовали Глобально По развитию гражданского общества По развитию гражданского общества То есть вот меня в данном случае В данной цепочке Радует Вот логика То есть продолжение И такое достаточно эффективное Вот я еще думала Называть Вот знаешь до чего мы дошли Я еще думаю называть Не называть Никиту Юрьевича А то опять скажем Что лоббируем его интерес Понимаешь Но мне Всегда есть Мне нравится вот это Понимаешь Я могу также сказать Что Сергей Косолапов Который инициировал Движение Ночной патруль Он тоже создает Электронную площадку Где люди могут Общаться с властью И с внутренними органами С кем угодно Это тоже хорошо И тут схожесть этих проектов Ее полис И того что создает Сергей Косолапов Это то что Они действительно направлены На развитие общественного общества И занимаются Что создает их не государство Бизнесмены Они идут Либо бизнесмен Сергей Косолапов Ну его сложно там Чисто к бизнесменам Отвести Общественные деньги Но деньги бизнесы Они свои используют Да Он в первую очередь Все равно Деньги он взял Из своего бизнеса Из бизнеса своих друзей Которые его поддерживают Без этих денег Такие площадки создать Было бы невозможно Удивительно Что бизнес Начал об этом задумываться Именно бизнес Именно бизнес Вот ты же сказал Что Тахир Алиевич Мамедов Предлагал это сделать Это логично Но где взять деньги Вопрос А здесь так получилось Что вот Максим Ноготков Я так понимаю Что все равно С некой подачей Из договоренности С Никитой Юрьевичем Вот это все сделал Правда же Там было сказано Что они прилично Давно знакомы И это сделано было По личной договоренности Естественно Другой вопрос Я его спросил Нет ли тут Какой-то подоплеки Что власть заказала Он говорит Нет Это чисто Моя инициатива Другое дело Он сам не ожидал Обалдел Что власть поддержала Это власть и федеральная И на региональном уровне Кое-где То есть он с Михаилом Абызовым Встречался С экономом развития По-моему Министерства И как раз таки Получил поддержку В продвижении Этого Уровень такой приличный Власть заинтересована В том Чтобы люди Принимали решения Может быть конечно Фрустрация Когда люди примут решения А власть не прислушается И скажет Мы все сделаем По старинке Как хотим Но здесь-то доказательства Будет уже налицо То есть можно уже будет Власть привлечь Прямые доказательства Сразу объявление сделаю Для кировчан Мне просто приятно Даже это сделать Наверное Что в Кирове На сегодняшний день Уже заявлено Около 70 проектов По программе Поддержки Местных инициатив И голосование На площадке Юполиса Пишется Латинскими буквами Юполис.ру Начнется с 17 января К 14 февраля Будут подведены итоги То есть люди Которым не все равно Как будет жить город И в какую сторону Развиваться Могут заглянуть Посмотреть Во-первых Проекты Я надеюсь Что городская власть В этом случае Хотя бы будет Публичной И будет С красным флагом С этими проектами Везде Ходить И рассказывать Что вот у нас Такие проекты Есть Мы предлагаем Ну или не власти Или инициаторы Сами этих проектов Наша задача Жителей города Кирова Жителей других городов Областного подчинения Проголосовать За понравившийся нам проект Иначе он не победит Сделать это можно будет После новогодних каникул Очень хорошо Тоже будем еще Говорить об этой теме Потому что есть О чем поговорить Но раз уж мы с тобой Про голосование заговорили То вот Делали вы делали Наконец-то сделали Рейтинг людей 2012 года Последний номер Бизнес-новостей Крайний Который вышел До этой недели Здесь мы видим Вкладку Глянцевую Такую И мы видим Списки людей Которых назвали Деятелем 2012 года И у меня есть Несколько вопросов По этим спискам Давай Интересно Что за вопросы Потому что Не у тебя одной Вопросов действительно Очень много Кто бы мне не звонил В эти дни Кто бы не приходил Они что спрашивают Люди Все спрашивают Почему тот попал Тот не попал Почему эти Вот здесь А эти здесь Ну вот Мне интересно Какие твои вопросы Хорошо Значит У меня вопрос Следующий Я не начну С Никиты Юрьевича Я его оставлю Пока время В покое Я начну С Василия Сураева Который стал Политиком года На втором месте После нашего губернатора И как ни странно Так же и промышленником года И стал Где стоит В первой строчке У меня возникло Ощущение Которое возможно Ты сейчас опровергнешь Что это все-таки Неким образом Связано с тем Что он был назначен Секретарем Безальтернативным Секретарем Партии Единая Россия Ну там была Альтернатива Да Ну такая не очень Значительная Фактически да Безусловно То есть его имя Звучало именно В этой связи Он не очень публичный человек Он не очень часто Выступает на паблик На Эхе Москве Я не знаю Насколько часто он бывает Но именно тот факт Что он во первых Устраивает все элиты Насколько я себе представляю Да То есть является таким Компромиссным вариантом Во главе партии Единая Россия Которая Как бы мы того Хотели или не хотели Является Партией власти И доминирует В законодательном собрании В Государственной Думе Да То есть это первый человек Партии власти Теперь уже без приставки ИО И безусловный Там Политик года Как человек Который Этого достиг Он прошел еще В законодательное собрание Области Да Был депутатом Гордумы Прошел законодательное собрание Там правда С небольшим отрывом От Алексея Вотинсова Но тем не менее Ну то есть Понятно Что связь здесь некая есть Ну и как промышленник Здесь Здесь конечно Многих можно поставить На первую строчку На первую строчку Но большинство Наших респондентов Дало предпочтение Именно Василию Куприяновичу И я вижу Что здесь на самом деле В промышленниках года Что не может Меня лично не радовать Появилось много новых Лиц Да Вот где напротив Стоит новый Этот человек Который раньше в рейтинге Это в целом Особенность нынешнего рейтинга Мы не зря добавили Там строчку Как человек Поднялся по сравнению С прошлым годом Или сохранил позицию Или это совершенно новый человек Так вот Половина Даже более Половины Людей В этом рейтинге Новые И на мой взгляд Такая Новая гвардия Новая волна И в сфере предпринимательства Что касается Тахира Мамедова Николая Липатникова Никиту Белых Понятно Борис Павлович Безусловно Я понимаю Сергея Косолапова Я плохо понимаю Багира Шарифова Как деятеля общественного Он сам сильно удивился Я читала его комментарии Я плохо понимаю Что здесь делает Александр Балыбердин Вот Честно говоря Поэтому У каждого Наверное возникли Какие-то Собственные Спорные ощущения Особенно Сильные ощущения У меня Возникли В колонке Деятели науки года Я деятели науки года Олег Здесь Практически не вижу Я вижу здесь управленцев Я вижу менеджеров Я вижу преподавателей Там есть деятели науки Но что я хочу сказать Мне бы Вот честно говоря Есть у меня такая мечта Тайная У нас Деятели науки С уходом Советского Союза Как-то Ушли в осадок Это то О чем мы О них не говорят Профессию не прославляют Да мы их не знаем Перестал существовать Люди не знают Действительно О прорывных Каких-то технологиях И так далее На широкой аудитории Выхода нет Мне хотелось бы Чтобы была какая-то Не знаю Там Передача на радио А я сама этого хочу Не были бы Поддерживать Бизнес-новостями Мы бы наверное Завели такую рубрику О том Что делают наши ученые Молодые ученые Зрелые ученые И так далее В наших университетах И научно-исследовательских институтах Это безумно интересно Это безумно важно Нужно пробудить Интерес В том числе Молодых людей К классической Прикладной науке На сегодняшний день Там Есть конечно Передача Пушнова Это Как она называется На СТС Да-да Это заразно Есть программа на культуре Прекрасная программа Однозначно Но Это слишком Мала аудитория И мы о своих Собственных не знаем Поэтому люди и называют Тех, кого знают Называют ректоров университетов Вот это очень показательно И это печально Слышно ректоров университетов Которые в основном Кстати говорят о проблемах Например Или достижениях университета В сфере Кстати не науки Мало об этом слышно Да В основном проблемах Кто с кем там сливается Разливается А какие деньги тратятся Нужны юристы или не нужны Понятно что они управляются Коммерция Не коммерция Даже если они не являются учеными Но Хотелось бы видеть в этом списке Именно людей Там Из области Биотехнологии Медицины И так далее Которые Своими достижениями Пусть там Не нобелевские лауреаты У нас таких нет То есть правильно Правильно мы сейчас понимаем Что когда составлялся рейтинг Все-таки можно проследить В этом рейтинге Что на людей Большое влияние оказывает На самом деле Появление в СМИ Публичность Конечно Это же не объективный рейтинг Да Это рейтинг Мы опрашивали Респондентов Причем из определенной сферы То есть Большинство это Руководители предприятий Собственных фирм Там Какие-то бизнесы Есть общественные деятели Есть деятели культуры Или руководители Учреждения культуры То есть Фактически Из всех сфер мы взяли Но Приоритет все-таки Руководителям Чтобы не нивелировать Это Публичность На уровне Там Людей Которые принимают решения Известность На этом уровне Причем Технология была сделана такова Что Изначально списки Мы не давали Готовые Мы их тоже составляли На основании ответов 30 респондентов Которые с чистого листа Прописывали В каждую категорию Кого они знали В результате Сформировав списки Мы потом уже опрашивали Более широкий Мы должны сейчас С тобой завершить Уже нашу программу Я не могу уйти Из эфира Без того Чтобы не задать себе Вопросы Человека Который вот здесь На четвертой строчке В колонке Чиновник года Дмитрий Драном У нас вчера сорвался эфир Первая половина Дневного разворота В связи с тем Что хотели обсуждать Хотели обсуждать Проблему Пешеходного перехода На улицу Воровского И должны были прийти Чиновники А Дмитрий Драной Запретил им Приходить Освещать эту тему Это тоже Вот вопрос Повлесите Вопрос Зачем Спасибо тебе За сегодняшнюю беседу Это была программа Особое мнение Олег Прохоренко Главный редактор Газеты Бизнес Новости Я Светлана Занько Мы прощаемся с вами До свидания Всего доброго